МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 17 сентября специалисты Росздоров надзора Покрачево-Черкесской Республики провели брифинг, посвященный обеспечению прав человека на квалифицированную безопасную медицинскую помощь. Дата проведения данного брифинга была выбрана не случайно. 17 сентября объявлен Всемирной ассамблеей здравоохранения Днём безопасности пациента. Спикерами были затронуты такие темы, как безопасность пациентов при предоставлении им медицинских услуг, распространённые заболевания, подготовка персонала к обслуживанию пациентов, вакцинация и другие. Сегодня собрали представителей и пациентских организаций. Безопасность пациента – это не только обязанность медицинских работников, но и обязанность пациентов. Это зависит от того, как добросовестно он выполняет назначения врачебные, как он правильно сообщает свои жалобы, не скрывает что-то. Всё это, в общем-то, понятно. И организаторы здравоохранения участвуют, естественно. Они должны вкладываться в это направление, потому что отдача, я уже сказал, до 15% можно сэкономить на таких вот моментах. Ну и вот ряд таких вопросов мы сегодня постараемся осветить на брифинге, на конференции, посвящённой этому вопросу. Признавая безопасность пациентов в качестве приоритета здравоохранения не только Карачаево-Черкесской республики, но и России, специалисты территориального органа Росздравнадзора по Карачаево-Черкесии пригласили на брифинг как руководителей Минздрава региона, ведущих врачей лечебных учреждений, так и представителей пациентских организаций. И в первую очередь был затронут вопрос о том, что обеспечение задачи безопасности пациентов связано с предотвращением ошибок в процессе оказания медицинской помощи. Что ещё важно отметить, что отвлекаются огромные ресурсы здравоохранения. До 15% всех ресурсов, которые выделяются на здравоохранение, они уходят на исправление предотвратимых ошибок, которые можно было предотвратить. Это ключевая проблема здравоохранения. В своём докладе руководитель территориального органа Росздравнадзора Покрачаева-Черкесии Башир Хапаев отметил, что меры обеспечения безопасности в медорганизациях должны быть понятны каждому пациенту. При этом безопасность пациента – это не только обязанность лечащих врачей, но и самого человека, обратившегося к ним за помощью. Тем не менее, именно медицинские работники должны создать ситуацию, чтобы свести к минимуму все риски при лечении человека или при доставлении ему каких-либо медицинских услуг. Риск гибели пациента, как и фактически каждый из нас может стать пациентом, он составляет на сегодняшний день по подсчётам, посмотрите, 1 к 329. То есть во много сотен раз превышает риск, например, гибели в авиационной катастрофе. Безопасность пациентов зависит и от того, как он добросовестно выполнит врачебные указания, а также правильно сообщит свои жалобы и не скроет от лечащего врача что-либо о своём заболевании. По словам первого заместителя министра здравоохранения Карачаево-Черкесской республики Динара Камрузаевой, для повышения безопасности пациентов будут организованы мероприятия по улучшению организации и деятельности медицинских учреждений. К таким вопросам можно отнести инфекционный контроль, безопасное применение лекарственных средств, медицинских изделий, безопасную клиническую практику и безопасные условия для оказания помощи. Учитывая то, что основной наш постулат всё-таки не навреди, мы должны, наверное, в первую очередь соблюдать клинические рекомендации, стандарты оказания медицинской помощи. Ни для кого не секрет, что все нормативные документы, которые обновляются в Минздраве России, мы сразу же пересылаем в медорганизации. И у нас есть порядки оказания медицинской помощи, порядки маршрутизации по всем направлениям, в которых мы работаем. Что касается качества оказания медицинской помощи, вчера на коллегии я уже об этом говорила, хочется сказать ещё раз, для того, чтобы максимально эту информацию размножить. На брифинге коснулись вопросы о том, как реализуется программа «Доступная среда» в нашей республике. В частности, говорили о том, что при подъезде к новому онкологическому центру нет тротуаров, до сих пор нет общественного транспорта до онкоцентра. Также был поднят вопрос о необходимости приёма инвалидов в лечебных учреждениях разными специалистами в одном кабинете, без очередей и похода от кабинета к кабинету. На интересующие вопросы были даны представителями учреждений здравоохранения, исчерпывающие ответы. По словам заместителя главного врача из Джигутинской центральной районной больницы Назиралабжаницы, каждый пациент ожидает качественно оказанную безопасную помощь и что они не должны приобретать дополнительные проблемы со здоровьем в виде инфекций, полученных в очереди на приём к врачу. До сих пор тоже много внимания уделялось качеству и безопасности лечения больных. Но сегодня из доклада руководителя территориального органа Росздравнодзора мы многое почерпнули. Во-первых, систему организации безопасности пациентов. Он рассказал нам подробно, системно, на что обратить внимание. Ещё мне было интересно до сих пор полномочия функции по организации качества и безопасности лечения пациентов возлагалась на врачебную комиссию. Вот сейчас я узнал, что есть отдельно комиссия и уполномоченные, может быть, комиссия по внутреннему контролю безопасности лечения. Ну и в небольших организациях может быть уполномоченный. Также для пациента важно его психологическое состояние при посещении учреждения здравоохранения, то есть как он будет принят медиками. Почувствует ли внимание и заботу с их стороны. Кроме того, в условиях цифровизации здравоохранения каждый пациент должен быть уверен и в безопасности своих персональных данных. Эти факторы позволят создать доверительные отношения между пациентом и медицинскими учреждениями. А также пациенты будут более осмысленно соблюдать рекомендации врачей. Я думаю, что можно заключить, что сегодняшнее мероприятие прошло успешно, на 5 с плюсом. В общем-то, все, что мы хотели сегодня озвучить, мы озвучили большим интересом и медицинские работники, и, как вы сказали, представители пациентских организаций республики, они выслушали сегодняшние сообщения, доклад, были заданы и вопросы, как вы тоже смогли убедиться. В общем-то, эта тема, она представляет интерес, и это не компания, не однодневное мероприятие, все ушли полные каких-то там идей и соображений на эту тему. В общем-то, это целый раздел деятельности и медицинских работников. Я думаю, что практически 90% работы, которую должны делать организации по защите прав пациентов, должно касаться именно безопасности, создания условий для соблюдения безопасности пациентов, прежде всего, в этом, да. И мне кажется, что и в дальнейшем они будут обращаться, мы уже и решили провести определенные совещания на эту тему по поднятым вопросам. Эта работа, она, в общем-то, всегда проводилась, но для сегодняшнего мероприятия и последующие аналогичные дни они больше предназначены для привлечения средств вот через средства массовой информации, общественности, пациентов. Мы, как, значит, медицинские работники, как специалисты в сфере здравоохранения, этим вопросам всегда уделяли определенное внимание, как я сказал, это входит и в структуру госнадзора, розздравнадзора, и, в общем-то, безопасность всегда была в поле зрения медицинских работников. Ну, теперь мы будем более, так сказать, заострять и, может быть, отдельно на всех наших мероприятиях у нас проводятся, вы знаете, публичные слушания ежеквартальные по итогам правоприменительной практики. Значит, мы будем акцентировать на этой теме внимание. Данный брифинг еще раз подтвердил, что приоритетным направлением деятельности Росздравнадзора является эффективный контроль за соблюдением прав граждан на доступную, качественную и безопасную медицинскую помощь. И, по словам руководителя территориального органа Башира Хапаева, на проводимые их организации ежеквартально публичные слушания по правоприменительной практике в дальнейшем будут приглашены не только представители поднадзорных организаций, но и пациентских, чтобы те, в свою очередь, также участвовали в дискуссии и поднимали вопросы, касающиеся безопасности пациентов.